Влад, привет! Первый человек, которого мы увидим после чемпионата мира в Монголии. Коротко, вот твои впечатления. Что вот прям первое впечатление, которое приходит в голову? Мне очень понравилась поездка, мне понравилась страна, мне понравился уровень организации турнира. И такой реально был большой спортивный праздник. Слушай, а вот тебе-то, говоришь, понравилась страна. В Монголии есть на что посмотреть? Да, знаете, очень классно. Это как будто смесь Кореи и Советского Союза. Ну, прикольная такая культурная особенность. Смесь Северной Кореи и Советского Союза? Нет, нет, нет. Южный. Хорошо. Ну, вообще, в целом, о твоем выступлении, о выступлении нашей сборной, твоя вот оценка того, как отработали наши ребята? Я считаю, после двухгодичного перерыва наши ребята отработали довольно-таки хорошо, учитывая уровень оппозиции. Ну, вот Роман Лукашевич там в своем посте написал, что это худшее выступление российской сборной. Согласен ты с этим мнением? Ну, если мы посмотрим на ретроспективу, то в прошлые года в командном зачете сборная России была гораздо выше. Но, я думаю, вот эта ситуация как раз сыграла роль, что два года нас не было на международных турнирах. Не только на чемпионатах мира, но, в принципе, на больших шлемах Парижа и так далее. Соответственно, у нас вообще не было никакого международного опыта, и это нельзя отрицать, и это тоже повлияло на результат. Но я бы не сказал, что это прям ужасное выступление. Ну, отлично. Скажи, вот чего не хватает нашей сборной, ну, помимо вот этого международного опыта, о котором говоришь, чего не хватает еще нашей сборной для того, чтобы она прям взорвала Татами, если так можно говорить? Я просто вам расскажу про сборную Объединенных Арабских Эмиратов. Они все приехали чуть раньше, там, за несколько дней до турнира. Не прямо там за день до взвешивания, а за 4-5 дней. У них, у каждого есть свой личный тренер. Есть там два, там, три главных тренера, среди которых именитые, там, бразильцы, например, Алан Финфу. Вот. У них массажист, врач. Перед каждой схваткой, с каждым оппонентом, тренера арабской сборной, как сказать, искали ключи к соперникам. Они там подходили, разбирали, кто как борется, что надо делать. То есть у них на каждую схватку был отличный геймплан. Я уверен, у них еще есть высокая организация сборов до турнира. То есть мне кажется, там, нам не хватает именно вот этой собранности, организации. Ну, вы поняли, в общем, мой пример. Ну, вот, чего из этого у нас нет? Массажиста, Алан Финфу на Сементо или сборов до турнира? Или приезда на три дня пораньше для того, чтобы джетлаг пережить? Вот каждый из этих параметров свою роль сыграл. Вот если они, условно говоря, сделали все для победы, то мы вот эти маленькие моменты, наоборот, упустили. Ну, и как результат, посмотрите, у них там девять золотых медалей на четырнадцать весов в Невазе. Да, это прикольно. Это при том, что они даже не входили в тройку самых больших команд. То есть там Монголия, Казахстан, Россия, Германия, по-моему, четверка самых больших команд. Окей, по поводу судейства. Есть какое-то мнение? То есть, ну, бытует мнение, что там подслуживали арабовым? Ну, в моих схватках, в тех схватках, которые я смотрел на трибунах, я, честно, откровенного заслуживания не увидел. Возможно, были какие-то судейские ошибки, но я лично не увидел никакого заслуживания. Чье выступление из наших, если ты, конечно, все успел посмотреть, тебе особенно запомнилось, кто, по твоему мнению, прям Тигр-Лев, независимо от результата? Тигр-Лев, Гайрбек и Нарек Артюнян. Нарек Артюнян. Хорошо, а такой момент. Тоже был вопрос у подписчиков. Почему не стали делить победу в финале с Гайрбеком? То есть, ну, как бы, вроде бы как представители одной сборной. Это не разрешено по правилам или принципиально надо было рыбануться? Да, мы, если честно, даже не задумывались над этим вопросом. Наши тренера, они вышли секундировать нас, просто решили сделать схватку, определить в честной борьбе, кто уже станет чемпионом мира. Хорошо. Дальше такой вопрос. Опять же, есть мнение, что нашу сборную нужно усиливать какими-то топами. Есть ли такие топы в России, которых прям не хватает в нашей сборной по Невазе? И, может быть, кто бы это мог быть, по твоему мнению? Ну, я так скажу, на чемпионате России по Невазе, ну, по крайней мере, про свой вес скажу. В моем весе была крайне мощная конкуренция. То есть, ну, чемпионат России для меня был очень сложный турнир, я провел там пять схваток. Ну, возможно, да, надо привлечь каких-то ребят, которые по каким-то тем или иным причинам не борются по правилам Невазы. Но я вижу, что конкуренция и так высокая, и что там в каждом весе, ну, по крайней мере, я про мужские категории говорю. В мужских категориях на чемпионате России крайне высокая конкуренция. Ну, мало ли, может быть, есть какие-то там люди, которых прям вот не хватает на международном уровне. Я не знаю. Я сейчас исключительно фантазирую. Я знаю, что, допустим, те же арабы начинали с того, что вот рекрутировали топов из бразильского джиу-джитсу, ну, в принципе, которые даже не выступали по джи-джи-ф, и вот они их и рекрутировали поначалу в свою команду. Думаю, Антон Селезнев мог бы спокойно в тройку входить, медаль забрать. Также Адика Гусейнова, я думаю, не хватило нашей сборной. Но уверен, он тоже в тройку бы вошел на 100%, если бы, ну, вошел бы, учитывая его международный опыт именно даже по Невазе и в других соревнованиях. Окей, еще такой вопрос. Какие преференции, какие плюшки получает член сборной России по Невазе? Ну, может быть, призер чемпионата мира? А это мы узнаем в ближайшем будущем. Мастера спорта международного класса вот должны мне вручить. Сколько ты схваток, кстати, провел? Пять схваток. Пять схваток, сколько сабмишинок? Вообще, я вам так скажу, вот у нас была категория до 69 кг. Я, в принципе, в этой категории не увидел ни одного сабмишина. Возможно, там был 1-2, но, в принципе, все схватки проходили по баллам, по преимуществам. То есть, не было какого-то разрыва в уровне спортсменов, что один другого смог засобмитить. И последний вопрос о перспективах. Ну, вот говорят, что сейчас джиу-джиу станет олимпийским видом спорта, туда приедут бразилы и американцы. Как изменится конкуренция в этой федерации? Она изменится, с одной стороны, сильно, а с другой стороны, нет. Объясню, почему. Потому что там могут выступать только два человека от одной сборной. То есть, если мы берем спортсменов из Бразилии и спортсменов из США, то каждая категория увеличится на четыре топовых спортсмена. Это, с одной стороны, не так уж и мало, но, с другой стороны, не так уж и много. То есть, возможно, на турнирах IBGF, в чемпионате мира, все равно будет конкуренция выше. Но конкуренция, я уверен, будет сопоставима с чемпионатом мира EGP. И чуть-чуть не дотягивать до IBGF World Championship. Но это мое мнение. Отлично. Какие старты в ближайшей по Невазе сборной? Знаешь ли ты об этом? В сборной по календарю стоят Всемирные игры боевых искусств Саудовской Аравии в октябре. И в календаре стоит в ноябре чемпионат Европы в Хорватии. Поедешь? Если возьму, то поеду. Супер, спасибо. Спасибо. Спасибо.